МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые друзья, мы с вами заходим на Томский стадион труд образца 1970 года. В середине 50-х была построена входная каменная арка стадиона с билетными кассами. Эта арка помнит славные времена, когда томская команда в кубковых баталиях обыграла знаменитая киевская «Динамо» и на равных сражалась с будущим чемпионом страны, московским «Торпедо». Сразу за входом, по пути к трибунам, болельщиков встречали две гипсовые статуи футболистов, на фоне которых любили позировать и сниматься томские любители футбола. Стадион труд – один из первых в Сибири, построен в далеком 1929 году, и стал любимым местом многих поколений томичей. Здесь проходили различные соревнования и праздники, но самым главным событием был, безусловно, футбол. В начале 70-х Томск переживал очередной футбольный бум. Команда носила тогда имя «Том-Лес», так как средство на ее содержание выделял известный трест «Том-Лес». Наша команда считалась одной из сильнейших в восточной подгруппе чемпионата СССР, где выступали представители Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии. Томск славился надежной обороной и достаточно яркими форвардами. И обилием болельщиков. Рост популярности футбола, начавшийся в послевоенные годы, требовал постоянного развития главного стадиона города. В середине 50-х вместо изначально деревянной была сооружена каменная западная трибуна с подтрибунными помещениями, раздевалками и с двумя симметричными выходами на поле прямо из трибун. Для каждой команды отдельно. Центр западной трибуны украшала ажурная ложа для почетных гостей, откуда был отличный вид на футбольное поле. Разметка поля не изменилась до сегодняшних времен. Единственное отличие в том, что помимо традиционных четырех угловых флажков, в чемпионате СССР были еще два флажка напротив центральной линии. Они размещались в одном метре от линии поля и помогали судям определения офсайда. Позже от них отказались. Восточная трибуна была построена в начале 60-х годов, как раз после кубковых успехов томичей, когда стадион не мог вместить всех желающих. До этого на ее месте были скамеечки в 2-3 ряда. Трибуна была высокой, насыпной, с бетонным каркасом, деревянными скамейками и разбита на 9 сектаров. Наверху трибуны были размещены крупные портреты вождей и руководства страны – Ленина, Брежнева, Косыгина и Подгорного. В связи с растущей популярностью томского футбола, в конце 60-х годов была построена еще и достаточно высокая южная деревянная трибуна. Таким образом, трибуны придавали стадиону вид своеобразной подковы. С северной стороны трибуны не было. Там размещался флагшток с флагом Советского Союза, который поднимали на открытие сезона. Там же было табло с циферблатом часов и меняющимися табличками с названиями команд и цифрами забитых мячей. Здесь же располагалась баскетбольная, волейбольная и городошная площадки. А в конце 60-х была построена хоккейная коробка с трибунами, где зимой проводили поединки первенства города, а потом проводила свои матчи команда «Буревестник», позже переименованная в «Кедр». Тогда же была проведена реконструкция футбольного поля и установлены мачты освещения, которые прослужили до конца 20-го века. Как видите, за эти годы на стадионе «Труд» почти все кардинально поменялось. По сути, остались на месте лишь входная арка и футбольное поле, где по-прежнему играет с приезжими клубами томская команда. А верные болельщики поддерживают ее с трибун. «Большой футбол» продолжается.